ну что же друзья доброе утро у нас сегодня середина середина этого экватор до этого мероприятия интенсива вот этого пути в который мы все вместе отправились подписались на это на то чтобы быть вместе 11 дней вот ну и поэтому при том что я вообще-то не очень люблю читать лекции скорее так люблю диалоги пообщаться на вопросы ответить тогда что-то приходит а когда чисто рассказываешь навсегда вот но тем не менее ну считаю вот это вот серединную часть очень важны и поэтому решила поделиться с вами но некоторыми соображениями о том чего же стоит ожидать про то где мы сейчас оказались в этой середине пути чего стоит ожидать от дальнейшего про какие то так как я считаю что середина пути это как раз но очень хорошая возможность середине пути еще очень много возможностей реализовать то зачем вы приехали и возможно отказаться от каких-то ожиданий которые очень ценны были в начале пути и которые ну по мере обнаружения себя здесь не исключено что становятся менее актуальны вот ну потому что если говорить ну о любом о любом процессе любом проекте ну вы каких-то важных отношений которые мы втягиваем втягиваемся там вообще много чего происходят и каждый такой проект отношений процесс он уникален но тем не менее ну друзом и последующими гештальтистами ну и нами след за ними были обнаружены целый был обнаружен целый ряд закономерностей которые ну как-то помогают ориентироваться ну если говорить глобально про этот путь ну ситуация интенсива она воспроизводит воспроизводит в сжатой форме вот этот путь до который в принципе на человек за всю жизнь может пройти а также может пройти и за время одной сессии с терапевтом клиент может пройти либо пусть который человек может пройти ну вот с кем-то в уникальных отношениях да вот партнерских в семье ну и в чем-то и тогда вот если говорить про этот путь то там но вот глобально можно выделить такие три фазы первая фаза романтическая она самая приятная да я тоже ее очень люблю ну романтика начинается уже тогда когда вы планировали сюда ехать ну вы я планировал мы планировали у каждого своя какая-то ну ведь за какой-то дрянной картинкой ты не поедешь на что-то чем-то же надо вдохновиться надо же чтобы было макс не фотографируй меня я потом стыжусь всех этих фотографий много выбрать только одно остальных размещает сразу прямо размещает вот вдохновиться то есть вот это вот романтика у каждого она была своя ну вот романтическая фаза ну и понятно что это нужно вообще для всего для того чтобы ввязаться в отношении партнерских обязательно ну как нужен романтический период более того для того чтобы вот интересная вещь это это и это не обязательно во что-то незнакомое вот мы считаем что вот многие люди оказались здесь на интенсиве и уже знакомы там давно в группе супервизоров скажем народ ну по большей части знакомы вот терапевтов знакомы но у клиентов там по-разному и то и вот у нас всех ну у многих есть такая иллюзия что если мы знакомы то какой там романтический период ну как то так в общем все уже понятно известно скучно ну и тогда и не скучно но в общем известно вот а все не так а эти отношения в определенных условиях в отдельно взятом пространстве времени и под задачу они выстраиваются по новым вот это очень такой важный момент это очень важно учитывать вот то есть ну вначале было что вначале когда интенсив начинался мы еще себе более-менее хорошо представляли кто мы какие мы ну то что психологи терапевты называют идентичность на что мы такие вот ну там женщина какая женщина там мама вот тренер там и так далее жена ну и так далее так далее вот у меня определенные отношения с коллегами какая я бываю вот ну и всегда так бывает когда мы во что-то связываемся новое вначале мы знаем что кто мы вернее кто мы есть особенность процесса изменения ну а естественно когда ну такой интенсивный процесс взаимодействие специальным образом организованы заключается в том что постепенно и в общем мы конечно как это такой свинью вам подложили и себе постепенно вот это вот представление о том какая я что я какие скорее у меня реакции чувства они и вообще как я называюсь уходят в фон все больше начинает эта идентичность размываться и конечно же это с одной стороны вообще-то вещь очень неприятно вот с другой стороны эта вещь необходимая необходимая потому что для того чтобы что-то новое какое-то новое знание о себе какой-то новый опыт возник для этого нужно место вот но известно об изменениях известно что что вот из жизни метаморфоза из жизни насекомых что вот бабочка она она сначала гусеница потом бабочка прекрасно а в середине ну гадость какая-то в коконе вот эта вот жидкость где в общем ничего нет ну я вас поздравляю и всех нас в общем мы как раз вот сейчас в этом в этой ну может она для кого и прелесть но я вам честно скажу я мало видел людей которые любят жить ситуации неопределенности ну вот нет таких людей по моему ну ты тоже не любишь нет я так ну потому что когда оказываешься в этой ситуации неопределенности конечно же очень хочется на кого-то посмотреть там какую-то получить поддержку и так далее чтобы сказали все в порядке ты вот юля там ну ничего не в порядке все хорошо все хорошо да немножечко все размылось свое представление на себе но итог будет хорошим вот и так если возвращаться в первой романтической фазе значит мы приехали с романтическими ожиданиями у каждого они свои и даже если кто-то прикидывался что у него этих ожиданий нету никаких и все уже в жизни так сказать изведано и скучно или что нет надежды или что но действительно она тяжелая и тоскливая то все равно пони есть романтическое ожидание но по крайней мере это свое переживание с кем-то разделить вот и в начале если говорить про интенсивность у нас энергии было еще не очень много каждый был в себе как-то ориентировался здесь ориентировался в пространстве ориентировался в людях ну вот вчера кости и макс рассказывали вам о тех механизмах сопротивления от и одновременно адаптации которые помогали это делать слияние интроекции вот по мере ориентирование нахождения вместе в группах ситуация менялась значит и то что мне кажется происходит сейчас совершенно точно уровень возбуждения уровень энергии он повысился то есть в общем может быть это сопровождается разными переживаниями и не столь приятными но тем не менее точно уже ну по большей части правда чувствуете что как то вы вовлечены в этот процесс вот и что же происходит дальше со всей этой романтикой ну вот романтическая фаза вот вчера коллеги тоже говорили о механизме прерывания контакта проекция вот романтическая фаза она вообще характеризуется тем что мы находимся наедине в этой романтике наедине с собой для того чтобы не влюбиться в кого-то или во что-то мне нужно иметь свой прекрасный образ этого человека этого места этого интенсива этой команды вот потому что чтобы влюбиться в чужое это вообще еще большая проблема чужое всегда кажется ну на самом деле если я не спроецировала туда какие-то свои очень приятные переживания то в общем вряд ли вряд ли я влюблюсь старею влюблюсь в свою картину вот но так как процесс здесь интенсивный то по мере его развития невольно конечно же ну нам всем приходит ну приходится начинать обнаруживать некоторую реальность что то те или та картинка в которой я влюбилась она практически ну она не совсем такая люди там коты которых вы знали могут оказаться несколько иными по-разному проявляться в каких-то ситуациях люди на группе ну на группе как и только сориентировались уже в какое-то такое только успокоились да какая-то простроенная безопасность пришли уже более благостное такое состояние вот только уже прикинули что вот эта девушка она такая ну такая нежная и похоже такая поддерживающая эта женщина эта женщина такая уверенная в себе этот мужчина ну похоже он такой все таки стабильный мужественный вот ну и одновременно понимающий как это все начинает разрушаться ну то есть какие то элементы уже просачиваются элементы реальности ну вот ну то есть оказывается что девушка в какой то момент как то выруглась не очень женщина говорит там детским голосом о том как ей бывает непросто или о каких-то своих травматичных переживаний плачет вот но мужчина истерии вдруг начинает и как-то так быть очень агрессивным непонятно совершенно по какому поводу и вот начинают эти вот эти вот романтические ожидания разрушать и вот здесь оказывается как раз очень важный момент ну нашего выбора то есть и это некоторый феномен середины ну того что мы гештайцы называем цикл контакта или середины изменений феномен какой что с одной стороны наросло много возбуждения другой стороны мы еще пока не очень понимаем чего мы хотим и куда его направить с третьей стороны ну приходится в общем уже втянулись процесс обратного пути нет и приходится обнаруживать эту реальность и вот тут-то как раз начинают просыпаться какие-то очень привычные наши механизмы обращения с этой реальностью с которой мы сблизились с другими людьми с индивидуально в отношениях и в группе вот самими собой но этих способов обращение с этой реальностью или ну вот то что мы называем возвращение проекции их и способов которые тормозят нас в этом обращении ну их довольно много но можно выделить наиболее характерно но наиболее такие характерные моменты почему я не буду идти на этот риск развития отношений с людьми ну потому что здесь если говорить про задачу ну задача обнаружить себя обнаружить себя среди других людей потому что на самом деле ну человек существо социальное он по-другому вряд ли себя обнаружить может и какие-то изменения в нем могут возникнуть вот но наиболее типичные способы это как ну вот вот только наиболее типичные способы которыми значит вот с одной стороны в этой серединной фазе цикла изменений в которой мы находимся середине есть две силы одна сила это которая как неизбежно влечет нас к изменениям потому что мы уже в этом процессе и ну любой человек в общем него заложено стремление ну какой-то новизне до получения нового опыта и есть другая сила которая направлена в противоположную сторону это сила стабильности как вот у салтыкова щедрина в городе глупове и сидели они и думали как же сделать так чтобы жить хорошо и счастливо ничего при этом не меня вот ну правда это просила стабильность вот один из моментов который может тормозить нас чтобы двигаться дальше это действительно достаточно сильный страх изменений и достаточно большая любовь к безопасности то есть если нам очень важно очень важно находиться в такой комфортной безопасной ситуации то вот этот вот страх изменений будет очень сильным это может тормозить наше продвижение ну вот дальше к людям обнаружению ну а второй вариант и и тогда и тогда вместо ну того чтобы идти на риск и пытаться получить этот новый опыт и в общем то ну иное качество жизни в результате ну потому что действительно новый опыт когда я рискую но при этом развиваю отношения вступая в контакт это одновременно совершенно другое переживание себя переживание себя в мире это попытать ну в общем любовь таком широком смысле слова да и и с людьми и ну как 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 слияние с природой да вот и ну в разных разных вариантов вот значит ну вот тормозить может один один вариант это страх сильный страх изменений и сильная привязанность к тому чтобы ничего не менялась чтобы я жила в этом вот безопасно просто второй момент ну или второй вариант который может мешать и может нас останавливать это но в общем такой же стыд а раскрытие перед другими людьми и обнаружение себя перед другими людьми ну я работаю достаточно много с руководителями в организации и казалось бы с виду это такие крепкие ребята которым которым все нипочем да ну о чем о каком стыде можете тереть да вот и при этом и там всегда очень много энергии очень много возбуждения в начале пути вот и при этом наиболее частая такая сложность которой сталкиваются люди но мы мы обычно это называем такими нарциссическими особенностями личности когда человек очень устремляется с этим возбуждением которое у него есть сразу какому-то конечному результату к тому чтобы все было по-быстрому и к тому чтобы все было круто по-быстрому вперед и выше по прямому а зачем ну я думаю что базово именно потому и для того чтобы чтобы как раз не вступить в контакт не вступить в отношения и так вот это все по-хитрому сделать чтобы чтобы не быть обнаруженным не быть замеченным какой-то своей уязвимости слабости но еще иногда внутри часто люди очень ориентированные на действия на результат на то чтобы ну такой хорошо полученный результат на успех ну часто не очень ну часто обучены своей родительской семье не очень замечать себя ну просто простого реального такого как есть не бегущего никогда не достигающих вот имеют определенные проблемы в том чтобы просто быть замеченными принятыми вот и тогда есть очень большой страх и стыд быть обнаруженным а вдруг другой когда я реально откроюсь в этих отношениях то есть в ближайстве вдруг он обнаружит что там ничего нет что меня нет и на самом деле я совсем не такая крутая ты прекрасная или я не такой совсем мужественная и успешная вот это второй вариант такого избегания избегания вступления в отношения ну а третий вариант это наоборот скорее такие очень милые люди ну скорее не вратительского плана которые такие хорошие поддерживающие вроде бы они в отношениях вроде бы они уже готовы привязаться и даже уже и привязались и как-то оказывают поддержку и заботятся в группе о других людях в партнерских отношениях о партнере вот вот ну а у них другой страх это страх такой а вдруг я движусь чуть дальше и тогда меня брус и останусь я такая одна длинешенькая а я уже доверюсь и как же мне будет плохо и тогда я продвинусь чуть дальше но чего я не буду делать значит ну понятно что в развивающихся отношениях вот этих уже не романтической фазы а фазе серединной а серединная фаза обнаружения реальности или фаза простраивания отношений вот ну свинята заложена такая что никаких отношений не бывает без без конфликта на самом деле потому что как только я обнаружил что все вокруг не такое как я себе обнаружил напридумывала вот и люди эти другие вокруг меня в группе и значимые люди другие так сразу ну в общем внутри меня растет возмущение это просто ну возмутительно что это не так и тогда у меня есть ну и вот то что уже наверное вы начали в большей или меньшей степени замечать в группах а может еще не заметили обратите внимание в группах и в личной терапии вот что вместе с уровнем такого возбуждения начинают появляться ну недобрые чувства в общем то и злость появляется ее можно не ну а злость от чего и почему она а именно от того что моя картинка видения реальности подвергается коррекции и я не могу справиться с этим зазором и вот всего лишь от этого появляется это чувство да вот ну вот люди скорее такого третьего склада они всяческими способами пытаются не обнаружить вот эти вот свои чувства негативные рядом с другими людьми и оставаться такими милыми хорошими симпатичными ну так как тут такая штука что процесс на интенсиве так устроен он интенсивный поэтому если это не проявится ну сейчас то может проявиться под самый конец вот и тогда вдруг окажется что этот милый симпатичный человек вдруг под конец выдает не то что ну какое-то возмущение злость несогласие а он просто выдает какой-то очень сильный аффект то что в нашем вот сообществе называют злобище вот слово злобище я его так не очень люблю я его не очень люблю потому что это слово обозначает не злость оно обозначает аффективное переживание практически такую ярость вот поэтому если долго удерживать то можно просто довести себя до этого состояния ну или то что Фернсен называла аннигиляционной агрессией то есть тот уровень там говорил о том уровне негативного переживания и такой ненависти по-другому которую вот дотерпели мы до этого момента и тогда уже прямо уничтожить все хотим либо другого уничтожить либо себя в общем как-то разрушить эту неприятнейшую ситуацию вот но ну ну вот пока еще не поздно постепенно все это начинать обнаруживать в самой в самом этом негативном переживании злости нет вообще отдельно никакой ценности это просто маркер того что происходит с нами это помогает нам обнаружить себя это помогает нам обнаружить свои границы где я заканчиваюсь где другой начинается ну вот как-то скорректировать свою картинку это помогает нам ну такая вот не аннигиляционная агрессия не ярость не аффект а ну какое-то такое здоровое ощущение ну какого-то такого ну не знаю бодрого раздражения возмущения внутри вот которые часто связаны и с интересом к другому человеку и с возможностью обнаружения себя помогает нам разместить себя разместить себя свои чувства свои переживания свои потребности и свой интерес к другим людям ну вот Эдвин Невис не так давно он умер директор Кривлинского института гештальт европей он говорил о том что основной принцип иезуитов заключается в том что для того чтобы обнаружить границы другого человека ну или границы системы он довольно много с организациями работал с белым домом он работал вот и тем не менее говорил про это не боялся даже в белом доме что для того чтобы обнаружить границы другого человека или системы надо эти границы нарушить ну не очень так приятно да вот это же и схлопотать можно в ответ а тем не менее ну вот друзья значит собственно говоря это в какой-то форме вот если в первую трехдневку в общем то не стала бы я как-то сама говорить и коллег поддерживать в том чтобы ну вам отозвучивать то мне кажется что сейчас самое время значит ну вот если говорить ну это относится и к клиентам и к терапевтам и к супервизорам что именно ну во первых вот то о чем мы говорили да обнаружение обнаружение своих переживаний обнаружение своих переживаний причем не в той фазе когда вас уже раздирает телесно и вы говорите о том что с телом с телом все плохо здесь жжет там ломит голова разламывается и очень тошнит а желательно все-таки чуть пораньше когда ну там я не знаю где-то скребет где-то чешется вот а в голове появляются какие-то там опасные мысли какие-то там вот желательно этим делиться когда вы это обнаруживаете в себе и вы делитесь этим а это возможно некоторая такая новая реальность для человека с которым вы в контакте ну для терапевтов клиентов супервизоров то вы нарушаете в этом смысле границу другого человека если вы еще спросите при этом вот я поделился а тебе как так вот ну вот такая задача отдельно причем очень важно ну я хочу вам напомнить что здесь все кто терапевтами работают супервизорами это же в общем то роль учебная все учатся поэтому в каком то смысле все в равном положении то есть активен в каких-то своих пополновениях может быть более активен и клиент то есть иными словами если у вас ну накопились разные переживания а терапевт чего-то не спешит ваши границы нарушать и спрашивать и в своих процессах ну помогите им ну поделите своим ну расспросите получите то ради чего вообще мы всем этим занимаемся что с этим человеком как он там себя чувствует ну в общем какую-то такую протяните руку помощи ну помешанную конечно иногда и на агрессии но такой вот живой контактный пока еще не путь вот ну то же самое относится к терапевтам там к супервизорам своим за этим ну с этим же обратитесь ну и естественно наоборот если говорить вот коллеги меня просили еще напомнить терапевтам об основных навыках ну так-то вот более-менее все знают но в нужный момент как-то забывается основных навыков ну терапевтических которые помогают справляться с ну даже у терапевтов то тоже может накапливаться терапевт был заботливый разными способами пытался с клиентом быть не сильно выплескивать на него свое содержание ведь про клиента же работают ну в общем там накопилось и возможно накопилось достаточно много собственных и не столь приятных переживаний может и приятных но каких-то больших бурных и вот хочу напомнить о некоторых способах с помощью которых можно ну не просто все так прямо взять на клиента вывалить ой как ты меня достал раздражаешь тут своей такой безграничности или ну она уже достала ну ты молчишь вообще или каких-то вещах говоришь левых а я же вижу что вот об том надо да ну не могу прямо душа нараспах нет так не стоит ну или стоит но склопочите может в ответ если клиенты хорошо подготовить вот значит тогда что да ну и с терапевтами ну не ну клиентам позволено конечно все но тоже но тоже в общем соображайте что хотите в результате получить да вы же хотите может с этим терапевтом ну вот испытать какое-то такое уникальное развитие отношения а то может и мочим его до конца вот и тогда и тогда значит ну что терапевтам хочу напомнить вот тот же Эдвин Невис ну которого я люблю очень он говорил о таких о джентльменском наборе ну больше он говорил про консультанта ну это и к терапевту относится это ну во-первых умение наблюдать да второе это умение выстраивать гипотезы то есть предположение о том что сейчас происходит с вами с клиентом ну гипотезы мы выстраиваем на основе чего гипотезы мы выстраиваем на основе ну каких-то таких знаемых концептов да ну вот гештальтистки цикл контакта а все терапевты которые сейчас работают с клиентами они все знакомы с циклом контакта в том или ином варианте вот ну и еще целый ряд каких-то так сказать понятий представления ну вот сегодня мы говорили о том что о таких трех фазах вот про третье еще не сказала в которых проходит такое любое событие любой процесс любые отношения ну и так далее и соответственно когда вас ну это вот умение наблюдать выстраивать гипотезы и делиться этими своими наблюдениями делиться не только чувствами делиться можно и наблюдениями и какими-то своими соображениями если для вас это актуальны вам кажется ну это и естественно своими переживаниями и и самое главное это проживать то есть присутствовать находиться в поле опыта умение проживать вот но так как вот это вот умение проживать да это всего лишь ну одна из частей частей терапевтической работы вот потому что если я нахожусь ну терапевшим в аффекте тоже может находиться если я нахожусь в очень острых таких чувствах и я думаю ну я умею проживать и вот сейчас я тут выживу то что у меня накопилось вот то мне помогает вот так называемый как ты говорила челнок да когда мы обсуждали так называемый челнок когда я обращаюсь к своим наблюдениям ну как-то пытаюсь замечать какие-то вещи соображать о том как это и что и делать некоторый выбор да вот ну с другой стороны другой полис что не в аптеке ничего страшного все здесь люди и в общем какие-то вещи ну и даже если чем-то сильно поделились да позже осознать тоже ничего страшного самое главное это вот то ради чего вы выстраиваете отношения ради ну то что на мой взгляд является главной человеческой ну такой ценностью возможности быть ну возможности иметь иное качество жизни жить быть ну в таких очень полноценных отношениях с другими людьми в отношениях вот то что я называю такого полноценного обмена когда я ну чем-то делюсь делюсь с собой своими переживаниями своими какими-то мыслями и получаю отклик и могу свериться и могу обменяться и вижу что другой иной и так бы мне инаковость другого вообще нафиг не нужна оставалась бы я в своих проекциях было бы мне хорошо вот но я знаю что ну лично я так каждый выбор делает сам что в этом есть очень много удовольствия и совершенно иного качества ну бытия в отношениях вот не стоит обольщаться потом все по новому однажды это пройдя у нас опыт остается а дальше каждое отношение по новому выстраиваем ой ну не знаю в общем какие-то вещи я сказала каких-то нет давайте вопросы да может быть какие-то вопросы да я думаю что сейчас уже ну так продвинулись в отношениях и в группе и в отношениях клиент-терапевт-супервизор что стоит повышать уровень риска в отношениях а уровень риска ну это возможность а не хочешь не делай ну возможность ну за которой ну будешь ну как мне кажется вознаграждена вот это ну это становиться более живой то есть более живо обнаруживать себя проявляться и соответственно ну вот как-то так интересоваться другим другим человеком ну вот скорее скорее правильно скорее правильно а третья фаза я ну просто чё там вперёд забегать но как правило нет ну как правило третья фаза она уже происходит после того как что-то в отношениях прожито как получен некоторый опыт уже совершено некоторые действия на встречу друг другу да и потом очень важный такой момент который очень часто в нашем современном деловом нарциссическом мире люди вообще проскакивают а чё там все сделали как это все прошло там успешно или ну чё там повстречали все хорошие ну пока дальше да идем идем следующие отношения это ну завершение это ассимиляция опыта это вот этап который помогает собственно говоря и это отдельный этап важный но это отдельная история там много еще всяких составляющих интересных но я думаю что у нас еще не вечер поэтому про все это неспешно разговаривать где знаешь я думаю что я а рождение смерти рождение смерти совершенно точно да 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 вот что сейчас ну принцип минимализм он хорош да вот это вот понимаешь это это ты спрашиваешь вместо того чтобы проживать поживи немножечко в этом а потом а потом под конец все равно ведь это идентичность утеряны в середине в общем как это результат бабочек разные формы и вида он неизбежен это я еще из романтического немножечко вас соблазняю соблазняю под конец соберем чуть-чуть по новой ну вот это вот новая идентичность она некоторое изменение поэтому и и потом ну будет возможность еще и понять что это будет и заранее поймешь что что произошло может и не удовольствие но но может и разочарование но это отдельная история про то как мы обходимся с результатами опыта это прерывание контакта в конце там вот когда мы выбираем не присвоить этот опыт а разочароваться это уже не к сегодняшней лекции боишься опасаешься но у тебя вид при этом очень игривый и вот так всегда вот это вот и есть хочу боюсь а выбор в общем но с другой стороны ничего страшного нет если не рискнете а значит такой есть два выбора значит один выбор это рисковать и возможно оставаться с синяками либо другой не рисковать и оставаться с пролежными ну что ребят спасибо удачи